Здравствуйте. Вас приветствует youtube канал Процветок. Сегодня с вами работает ученый агроном Ломонос Петр. Мы поговорим, какие ошибки допускают наши огородники при выращивании рассады. Но начнем всего по порядку. Самое первое, для того, чтобы вырастить любую рассаду, надо подобрать правильный грунт. Правильный грунт можно купить в магазине, как уже проверенные грунты. У нас есть, мы будем использовать эти грунты. Но некоторые огородники заготавливают грунты самостоятельно, делают смеси со своего участка. Вот какие ошибки допускаются, когда в смеси добавляются грунты со своего участка. Во-первых, необходимо, первое, на участке может быть разный механический состав почвы. И вот если на участке очень хорошо растут овощные культуры, там легкосаулинистая почва, то это не говорит о том, что этот грунт можно добавлять для выращивания рассады. Почему? У нас, когда мы выращиваем рассаду, объем у нас очень такой вот посуды, маленький, и этот грунт очень быстро в результате полива слеживается. Он и подсыхает, как бы, почвы этого не происходят. Там большой объем, он так не просыхает и так не увлажняется, как в нашей емкости. И эти колебания приводят к тому, что он слеживается. Поэтому, что сделать с таким грунтом, если вы будете использовать? Если вы будете использовать, значит до посева этот грунт надо пролить или Байкалом, вот один колпачок на литр воды, или 10 грамм на литр воды обыкновенных хлебопекарских дрожжей. Взяли дрожжи, разбавили водичкой и пролили этот грунт. Значит, поверьте, что и бактерии из Байкала, и дрожжевые бактерии из наших дрожжей, они разрыхлят наш грунт и сделают его более пригодным для наших культур. Следующий такой акцент, что если берете грунт под помидоры, значит, нельзя брать грунт из всех мест, где росли уже помидоры, картофель и прочие родственники. Потому что вы сразу с грунтом заносите болезни, растения не взошли, а вы уже их сались на зажаженный фон. И поэтому результаты, как правило, бывают очень плохие. Потом некоторые делают ошибку такую. Огородники едут где-то вдоль по дороге, там есть поля обшественные, и вот там есть с торфом такие поля, и набирают эту землю, а потом эту землю сеют рассаду. Посеяли семена, а ничего не всходит. А в чем причина? Не увлекайтесь. Если есть поля обшественные, если они обрабатываются, высеваются разные культуры, хотя бы даже там ни помидоры, ни перцы, а посеяно рожь, например, посеяно ячмень или горох, значит знайте, что в условиях производства все эти культуры обрабатываются гербицидами, то есть выпадывается трава. И вот остатки этих гербицидов, как бы нам не убеждали, как бы нам не говорили, они все равно остаются в почве шастично, пока не успевают разложиться за один сезон. И мы добавляем эту землю в свою земельную смесь, и эти гербициды, сразу наши семена всходят, и сразу гербициды их кубят. А мы потом недоумеваем, почему хорошие начинают сходить, даже если взойдет, очень буквально через 2-3 дня рассада вся погибает. И нету ни черной ножки там вроде бы, вроде вся живая, здоровая. А это за того, что мы взяли землю с общественных полей. Следующая вот наша ошибка новых огородников. Знаете, мы берем пакетики с семенами. Пакетики, конечно, красивые, там на бизнес-срок годности. И мы так доверяем, что мы никогда не проверяем семена на всхожесть. На всхожесть мы как вот проверяем свои семена. А вот с пакетиками семена тоже надо проверять на всхожесть. Особенно, если семян там много. Потому что, если мало 5 штук, конечно, проверить очень трудно. Тут уже придется надеяться, что там семена будут хорошие в схожести. Как и проверить на схожесть, мы вам уже рассказывали чуть пораньше. На тарелочку, фильтровальная бумага, разложатся семена и наблюдаем, как они будут сходить. Потому что иногда огородники себя винят, что вот купили семена. Вот, мол, это семена фирмы, и что-то я не так сделал. Они всегда вы виноваты. Иногда, хотя и редко, но бывают в этих семенах невсхожие. И не надо себя винить. А вот если бы вы прорастили, вы бы уже знали, что семена невсхожие. Вы могли бы уже предъявить претензии этой фирме, получить замен хорошие семена. Потому что тоже тут надо как бы, есть такая поговорка, держать ухо востро. Ну, следующий момент, что мы делаем. Значит, мы привыкли, что как бы в открытом грунте мы высеваем семена, ну, заделывая, как считается правильным, три диаметра, глубина посева, три диаметра семени. Так вот, когда мы высеваем в наших костях, в комнатах, это все предполагает, что даже в теплице, если мы сеем, более сшательный уход. То есть более лучшие условия. Не такие, как полевые. Поэтому не надо заглублять семена. Все эти семена мелко. Ну, некоторые мне возразят. Ну, что мы мелко посеем? Они же наверху будут лежать. Ничего страшного. Растения борются за жизнь. Достаточно полить и корешки сами пойдут в землю и утянут и поднимут эти всходы. А засеять, уже опыты показали, что если засеять семена глубоко, ну, чем глубже глубина посева, тем медленнее сходят семена. А мелкие семена при большом заглублении могут вообще не взойти. Их просто-напросто не хватает сил. Потом вот как бы многие огородники не знают такой интересный факт, что целый рат овощных культур имеет светочувствительные семена. И эти семена лучше всходят, когда они не заделаны почвой. Схожесть таких семян, просто посыпать поверху эти семена, их всхожесть бывает 80-90%. Если заделась почвой, эта схожесть падает наполовину. Но среди культур есть, конечно, нам такие знакомые. Это же морковка, это укроп, это артишоки, это ботанические семена картофеля, это семена щельдерея, семена шавеля. Ну, при желании вы посмотрите наш ютуб-канал, и там будет дана, рассказывать вам более подробно о всех этих семенах. Но знайте, что не всегда семена можно засыпать почвой. Семена некоторые будут иметь большую схожесть, если они будут посеяны просто поверху. И просто после этого поливаем, они что-то тягиваются, но остаются наверху и быстро всходят. И мы имеем гораздо-гараздо лучшие результаты. Ну, самая большая ошибка наших огородников, которые делают, которые из года в год, что мы создаем сразу непосильную работу. В чем заключается непосильная работа? Мы решаем один день отдать рассаде семян. Мы набиваем все эти самые наши емкости, все наши горшочки, все наши яшечки и высеваем все семена. Вот. Потом семена начинают сходить, и у нас не хватает уже ни сил, ни времени все это распекировать, рассадить. И большая часть схода у нас просто-напросто погибает. Мы их потом просто выбрасываем, потому что они так уже сплелись, они такие уже тонкие, что там что-то получить толковое нету. Тем более, когда мы будем семена высевать все в один день, мы как бы торопимся, и мы не соблюдаем густоту посева. Мы сеем семена, как сеем тогда? Ну, чтобы быстрее, чтобы все успеть, в один выходной день или два выходных дня, мы все должны успеть. И мы сеем, 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 и, соответственно, мы сразу нашу работу мы обрекаем уже на плачевный результат. А этого делать не надо. Посеяли семена, следующую партию сеем через недельку, потом еще через недельку. Вот. Где-то, может, мы в сроках чуть-чуть и опоздаем, но зато мы семена обеспечим хорошим уходом. Во-первых, посеем их редко, они будут хорошие. И семена, и семцы те нагонят ту рассаду, которая была посеяна более рано. Потом еще такой вот момент. Значит, по семенах многие смотрят так, что есть культура хладостойкая, есть культуры теплолюбивые, и вот тоже как бы себе задуривают этим уходом. Из своего опыта я скажу, что любые семена, которые вы сеете в комнате, вы даваете температуру гораздо большую, чем положено. Температура 25-30 градусов приведет к тому, что все семена обеспеченности влагой очень быстро взойдут. А что нам надо? Чтоб они быстро взошли. Взошли семена, и тогда температуру понижаем. Для холодостойки уже до 18 градусов, теплолюбивым до 25 градусов. Мы температуру снижаем. Это что нам дает? Рассада наша как бы взошла, и она сразу, условия поменялись резко, и она тормозит в росте. Она просто сидит, она не перерастает, она не ложится. Потом дальше ошибки по семенах. Значит, тоже во всех руководствах как бы советуют, что семена поливайте водой комнатной температурой. Вот, а это тоже для семена не очень хорошо. Семена гораздо лучше растут и развиваются, если их поливать водой 35-37 градусов. Ну температуру, конечно, термометр у вас уже есть, вы эту температуру меряйте. Поливая семена такой теплой водой, мы, значит, обогреваем корни, подогреваем грунт, и наши сенцы будут развиваться гораздо-гараздо лучше. Следующий нюанс, которые ошибки, значит, или ранние, или поздние ошибки в пикировке. Значит, пикировать растения надо в возрасте двух-трех настоящих листьев. Ученые ставили опыт, ну вот это надо вам записать эти данные, просто потому что это все потом забывается. Значит, опыт по пикировать семян различных культур. И что оказалось, что если сенцы распекировать в фазе семидолей, приживаемость составляет 80%. Если распекировать в фазе одного-двух листов, приживаемость составляет 90%. А если распекировать в фазе двух-трех листьев настоящих, значит, уже приживаемость 96%. Ну а если уже дальше распекировать уже после фазы трех-четырех листов, она опять приживаемость падает до 90%. То есть, нельзя пикировать слишком рано и нельзя пикировать слишком поздно. Поняли, что два-три листа это оптимальный возраст для пикирования рассады. Ну рассада зависит от культуры, она или заглубляется, вот это можно заглублять помидоры, можно заглублять шельдерей, но нельзя заглублять ни в коем случае рассаду перца, рассаду баклажана. Можно заглублять рассаду капусты, ни в коем случае нельзя заглублять рассаду огурцов. Поэтому также посмотрите наш канал, где разные авторы рассказывают о выращивании этих культур, и обратите внимание на эти нюансы, что можно заглублять, что нельзя заглублять. Потому что у вас рассада зашла прекрасно, а вы взяли и заглубили, и рассада ваша начинает чахнуть, и вы не понимаете, что там происходит. Ну вот вырастили, значит рассада у нас уже растет, мы уже респектировали, выросли. Остался последний нюанс, значит нашу рассаду надо транспортировать. А вот перед тем, как транспортировать рассаду, тоже есть такая ошибка. Многие огородники поливают, делать ни в коем случае нельзя. Рассаду надо переводить в таком увядшем состоянии. Почему? Она не такая крохкая, не так ломается быстро. Ну и сохраняем. А так получается, мы вырастили рассаду, а пока везем, мы половину поломали. Не поливайте, и она прекрасно перенесет дорогу. Так что следуйте нашим советам, смотрите наш youtube канал. До свидания.